Сейчас начнём А вы пока собирайтесь в эфир У меня кроме СЗФО по первенству и чемпионату Северо-Западного федерального округа по МММ-2018, который прошёл в Мурманске Будет ещё кое-какая информация Вот Так что подтягивайтесь Сейчас разъедемся Хорошо Ну так вот Значит, на выходных прошли Первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа по МММ-2018 Проходил он в Мурманске на Кольском полуострове Да, Мурманск самый крупный европейский город, находящийся за полярным кругом Прикиньте, да, прикольно Чего не узнаешь только Вот Хочу сказать, что организация была на высочайшем уровне Президент федерации Все помощники его Все, кто принимал участие в организации Заслуживают уважения Потому что у них это проходило в первый раз Вообще Такого уровня Вообще соревнований по МММ-те Такого уровня Спортивных состязаний По МММ-те И, конечно, показали они себя просто великолепно И как принимающая страна И как организаторы И спортсменов они выставили великолепных на поединке То есть вообще было просто все офигенно Я же туда ездил работать Спортивным врачом от Союза МММА То есть я там организовал Организовал Скоординированную работу Медицинского корпуса Вот И Провел некий инструктаж Для представителей команд Чтоб они сами знали Как сотрудничать правильно с медиками И С судейским корпусом Вот Так что все прошло вообще великолепно Бригада Обслуживающих Бригады Сами медиков Обслуживающие Соревнования сработали тоже офигенно А работа была Да Работа была На самом деле Хочу сказать что Ничего запредельного Сверхъестественного не было Тяжелых травм не было ни одной вообще Вот Но Было Значит Из серьезного того что было Был вывих плеча Довольно сложный Вот Было несколько Серьезных Значит Ужибов Ну реально серьезных И Незначительные Мелкие повреждения связок Которые не потребуют Длительного госпитального Восстановления Все Амбулаторное И все там нормально будет Вот Но Как бы Носов на разбивали много достаточно То есть вот Ссадины Мягкие Разбитые носы Были А ну вот Сломан у нас еще был один Тоже Несложный Перелом Вот То есть которые Ну короче не сложный Вот так вот скажем Вот Так что Для таких больших соревнований Ничего страшного нет На соревнованиях По боксу зачастую И по другим видам Боевых искусств Гораздо Серьезнее вещи бывают Вот Так что здесь все в принципе Прошло Самозамечательно Но Объем вот мелкой такой работы Был довольно большой И это на самом деле Хорошо Потому что Он был бы намного меньше Если бы не была проведена Первоначальная работа Вот С представителями команд Я сейчас поясню На самом деле Может это не всем интересно будет Но Но с другой стороны Тем инструкторам Которые проводят соревнования По контактным видам Боевых искусств Возможно будет интересно Некий Организационный момент Который важно понимать Вот И который часто Остается За кадром Боец Уходит с ринга И И Замгитатами Если он себя в общем то Как он считает Нормально чувствует А он еще часто хорохорится И находится в эфрическом состоянии Под адреналином Особенно если у него дальше поединка нет То он едет сразу в гостиницу Вот И потом там Все Как бы считает что все нормально будет Вот Либо сидит там долго на трибунах До самого конца Соревнований Болея за своих там Ну Там Соклубников Одноклубников Вот И так далее Если боец Предположим у него еще бои Он относится Боецом Щепетильно К полученным повреждениям Потому что ему еще на бой выходить И у него может быть какая-то проблема Так вот Здесь почему было больше товарищей Которые подошли Потому что Был проведен инструктаж На тему Что Все приезжие Особенно приезжие Вообще все конечно Но особенно приезжие С травмами Если я направляю их После боя К столу врача Должны обязательно туда подойти Для получения Ну во первых Чтобы я посмотрел И поставил приличный диагноз Вот И определил Степень тяжести и повреждения А второе Это чтобы они Там оказали первую медицинскую помощь Потому что От этого очень часто Зависит Понадобится ли дальнейшая Медицинская помощь И сможет ли боится Там ногородний Нормально комфортно Доехать до дома Особенно если ему на поезде И гачить там Ну двое суток например А у него предположим Там раздувает ногу так Что он даже в обувь Вспехать ее не в состоянии Или у него еще какие-то проблемы И возникает такая ситуация Что он Сам досиживает на трибуне До конца И приходит уже В самый последний Самый момент Когда соревнования Закрываются Подходит к судебному столу Говорит А вы мне можете помочь там К этому моменту Уже бригада скорой помощи Значит уехала А именно скорая помощь Сам занимается Значит эвакуацией Я если Напределяю Степень тяжести Повреждений Такую Которые требуют Дальнейшей Дальнейшей Диагностики Либо Показания Более Серьезной Медицинской Помощи В какой-то В какой-то Больнице Причем Профильное Если Повреждение Глаза Значит Глазной Это Повреждение Связочно Ну В общем Опорно-двигательной Системы То есть Другое место Если Подозрение На неврологию Это Третье место И бригада скорой помощи Вызывает на себя И увозит туда человека Причем Они дают ему Сопровождающие документы Ему не нужно В приемном Покое сидеть И долго мучиться Его как правило Принимают намного быстрее Проводят какую-то Диагностику Оказывают ему Квалифицированную помощь Главное Диагностика И он уже Спокойно едет себе В отель А то Получается так Что спортсмен уехал Находится в отеле Плохий треск Они там Иногородние Куда деваться Куда податься Ночь Вызывать только Скорую помощь Скорую помощь Скорую помощь Скорую помощь Но они Не в курсе того Что произошло Какого рода Повреждения Боец сам толком рассказать Не может Его В общем-то Везут часто не профильно А в какую-нибудь Бластную больницу Приемный покой И там уже Его мурыжат полночи Пока он Наконец-то Под утро Плать туда куда надо Поэтому Конечно Когда это все Рассказано Было Инструкторам И сопровождающим Команды Людям Они Конечно Относились к вопросам К этим более Смщепетильно В итоге Помощи Мы оказали Медицинской Довольно много Но и в итоге Никаких вообще проблем Особо не было Вот только с вывихом Там вот Ну все понятно В провели вывих Там все такое Вот Так что вот так вот Инструкторы Кто возит Своих людей По соревнованиям Обратите внимание Вот На такие Мои рекомендации Если Соревнования Обслуживает врач Он должен обязательно быть На любых соревнованиях Даже на бесконтактных Вот И должна быть обязательно Бригада Скорой помощи Как правило на соревнованиях Особенно на крупных Потому что они В том числе Занимаются Оказанием Помощи Зрителям Ну вот Это их тоже задача Сразу Обращаться После боя Заквалифицированной Медицинской Помощью Если возможность Такая есть Потому что Потом Вам ее Гораздо Будет получить Гораздо сложнее Вы будете кататься На такси По всему городу Искать больницу Или вызывать на себя Скорую помощь Ну я говорю Ну вы не пойдете Только Ну надо Быстро Если только не Там очевидно Белом какой-нибудь И вас привезут В трампунг Где опять же Могут нормально Пурыжить Если там Ну как ситуация будет То есть Специально Ни один врач Конечно мурыжить Не будет вас От нечего делать Но просто здесь будет Все намного быстрее Потому что Сопровождающий врач Скорой помощи Понимаете сами Выглядит это Несколько иначе То есть Принимающий Травматолог Сразу видит Что привезли Сопровождающие документы У него есть Уже предварительно Поставленный диагноз По крайней мере Подозрение на что-то То есть Врачу работать Намного проще И управляют Сразу туда куда надо Вот Там на рентген Или какой-нибудь Другой тип Обследование В итоге Вы сохраняете В хорошем состоянии Своего бойца И гораздо быстрее Он восстановится Если у него какая-то травма Потому что Чем быстрее И начинает оказываться Помощь Тем соответственно Будет лучше Теперь поговорим Об уровне Соревнований Соревнования Имеется ввиду Уровень подготовки бойцов Уровень боев Хороший Хороший уровень Ребята показали Сравнивать ни с чем Есть Вот Хороший Ну понимаете Дело в том что Все понятно То есть ЦФО Это ЦФО То есть Здесь идет Отборочные вещи Конечно это те ребята Которые прошли Районные Городские Там областные соревнования Все это понятно То есть у них уже Уровень подготовки нормальный Но все равно попадается Довольно Разнящиеся По степени Подготовки бойцы Это возникает тогда Когда в каком-то городе ММА еще не сильно развит И предположим На городских соревнованиях Или на областных В одной категории Было всего лишь только 3 бойца Причем один там Предположим вышел Финал Просто по жеребьевке Да То есть вообще Провел один единственный бой И не факт Что у него высокий Уровень подготовки Тем более Если он вообще Раньше в соревнованиях Не принимал участие И вот Как раз именно В таких боях Когда выходит Хорошо подготовленный Боец очень хорошо подготовленный И боец Который подготовлен хуже Более низкий уровень имеет Более Более короткий опыт участия В соревнованиях Травмы Возникают В основном Все Травмы Возникают Именно Как правило Чем выше Уровень Готов Более Более Покалечить Хотят Такое бывает На самом деле У профессионалов Когда для них Даже гонорар Забой Имеет вторую Ну И не имеет Совершающего значения Приезжают Как Один Травмы Вот Болевой Болевой Прием То считается Называется ТВ-21 По-моему Я Ссылки дал В своих социальных сетях На ролик Который Они записали Коротенький Есть пара фраз Которые я сказал Но интервью На самом деле Был намного длиннее Возможно Оно где-то там В прессе проскочит У них Спрашивали они у меня О том Какие травмы Наиболее часто бывают Какие травмы Наиболее серьезные Я сказал Что к сожалению Не вошло в видеоролик Обрезали они его Что Ну Одна фраза прозвучала А дальше Саморазвитие фразы Не прозвучало О том что Количество Там Зависит В огромной степени Зависит От адекватного От адекватной И правильной работы Рефери В ринге Или в клетке Смотря где соревнования Проходят Или на татаме То есть если Работает рефери Хорошо То травматизм Вообще просто Ну стремится К нулю По крайней мере Самотравматизм Связан с Добиваниями Когда вот Ну в общем Производится добивание Когда производятся Болевые приемы Вот В стойке то понятно Конечно Пропустил Если боец Тяжелый там удар И нокаут Получил В стойке То есть он уже падает В нокаут То есть он Он пока падает Уже потерял сознание То все Но чтобы Многократных ударов не было Когда он находится В нокдауне Когда уже понятно Тут все Как говорится Воля рефери Вот Вот я хочу сказать Что в союзе ММА Очень высококлассные Да я там Так Ну сказал что Самый лучший Судейский Копус Который Может обслуживать Вообще любые соревнования По Значит ММА И как любителей Так и профессионалов Это Рефери союза ММА Я так реально считаю Вот Потому что они Конечно Учатся Ну Постоянно Квалификацию Повышаются Постоянно И работают с ними Такие Ну вот Эксперты Как Вот из Питера Виктор Корнеев Например Я когда Бываю на его судейских семинарах Которые Не судейских А когда он После мандатной комиссии Работает С представителями команд И И с теми Кто выводить будет бойцов На поединок И с тренерами Когда он им дает Инструктаж Объединяет Некоторые Нюансы Особенно то что касается Первенства Там детей Там это юношей Я всегда Ну Восхищаюсь его Работает в том Ключе Что он Спокойно Очень Доходчиво Очень Понятным языком Без эмоций И очень Терпеливо Доводит До понимания Очень Тонкие Моменты Поэтому Если проблемы Возникают По нарушению правил Разумеется Не со стороны рефера Со стороны Бойцов То это лишь Проблемы Тех инструкторов Которые Игнорируют Игнорируют Посещение Подобных Мероприятий Или Крайне Невнимательны На них Потому что Не понять Того что Говорит Там В принципе Невозможно Очень Коротко Не Размазывают Квинтэссенцию Всю Поэтому Там Абсолютно Любой поймет Собственно говоря Я вообще считаю Что Подобные вещи Надо Обязательно проводить Не только Для Инструкторов Потому что Сами понимаете Совершенно Очевидно И доказано Что Со слуха Человек Воспринимает Информации Не огромное Количество Да А потом Он ее тут же Если ее не повторил Довольно быстро Забывает Поэтому Конечно Важно посещение Таких инструктаж Не только Представителей команд А чтобы и бойцы Непосредственно Такой инструктаж Тоже проходили Перед соревнованиями Но На самом деле Просто про Перед соревнованиями На самом деле Вся эта работа должна Вестись На уровне подготовки К соревнованиям И вообще на уровне Просто Тренировок Я больше про детей Говорю Потому что Если у детей В соревнованиях Есть ограничения То совершенно неправильно Инструктору Тренеру Готовить На тренировках детей По той программе По которой Работают Профессионалы То есть С использованием Абсолютно Всего Нотарсенала И количество Приемов Которые Применяются Только у взрослых Например А у детей Еще не применяются Потому что У них В пылу Тазар Могут На соревнованиях Центральный федеральный Укроп Мне тем более Там будет интересно Работать Потому что Туда едет Наша команда Из Иваново То есть Наших парней Кто будет участвовать Поэтому Тем более Очень трудно Быть беспристрастным Понимаете Вот едут наши Судьи тоже Самое важное Это Это Выступает Самогут Беспристрастным Потому что Непрофессионально Даже Выказывать Свою Радость Когда Боец Предположим Провел Удачное Техническое действие Как вы видите Со стороны Судьи Это же невозможно Это Этически Неправильно Совершенно Что касается Врача Который Стоит прямо Около Конваса ринга Должен В этом плане И сочувствовать Должен В одинаковой Бойцам Хоть он Из твоей команды Хоть не Из твоей Здесь Должен вверх брать Безусловно Исключительно Профессионализм А не Личные Какие-то Симпатии Вот так вот А не личные Симпатии Так Ну что ж Мне теперь нужно найти Место Для Парковки Пожалуй Я поеду На внутреннюю парковку На нижнюю Почему бы и нет Собственно говоря Так Так Вот Сейчас Не могу Отключиться И ребят Обязательно Пишите свои Какие-то комментарии Если вот что я говорю Сейчас еще пока Не записывается Я вроде вижу связь идет Вот Вот Я постараюсь На ваши вопросы На разные Интересные там Особенно если они будут Ответить Вот Ответ 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 Ответ